Привет дорогие друзья! Сегодня у меня новая посылочка из Китая. Она не очень большая, но очень интересная. Мне сегодня пришла вот такая вот подставка. Давно ее хотела, никак не собиралась ее заказывать, но решила, что уже пора. Она вот так складывается, разбирается, эти трубочки достаются. В общем, легкая именно для сушки цветов. Я думаю, прекрасно, в три яруса можно один снять и сушить в два. Допустим, если их немного должно быть у вас. Я думаю, скоро будем делать с вами цветы из пластичного шоколада, поэтому пригодится. И как раз для этого заказала вот такую вот силиконовую текстуру, там серединки и сама текстура. У меня вот такой вот плунжер для цветов четырехлистников. И к нему вот, соответственно, вот такая вот текстура. Силикон очень мягкий, очень приятный, очень интересный. Потом, следующее, я заказала еще вот такой вот русский алфавит. У меня уже есть одна такая вырубка, но там у меня английский алфавит. И приходилось немного приспосабливаться, обрезать для того, чтобы делать, собственно, русские буквы из него. Вот такой вот он у меня был. Он тут с завиточками всякие и буквы крупнее. Так не всегда нужно. То есть должен быть еще и такой вот печатный. В общем, тоже очень круто. Следующее. Следующее у меня силиконовая подставка. Под горячее. Это как прихватка, но в основном как подставка. Вы видите, она по столу не ездит. Под горячее. Очень мягкая, приятная. Я думаю, эта москреф должна быть на кухне. Всегда мы что-то горячее куда-то должны ставить. Так, следующее. Давно хотела. Не так много работаю с кремом, но думаю, что очень надо. Я заказала себе набор из семи насадок для разных рюшиков. То есть, ну, это может быть и бордюры и всякие прочие. Я думаю, в следующем видео стараюсь вам тоже показать, как каждая из этих насадок делает. Следующая посылка, которую я очень-очень ждала. Я заказала керамические ножи. Я почитала отзывы. Вроде эти ножи должны быть очень крутые. Сейчас посмотрим. Все, больше ничего нет в коробке. Это, я так понимаю, это подставка. Я уже сейчас смотрю, что подставка мне нравится тем, что она не закрытая. Она вся просвечивается. И ножи там не будут покрываться плесенью. А будут хорошо просыхать. То есть, это не так, как, допустим, в деревянных сейчас у меня была деревянная подставка. Пришлось ее выбросить и ножи хранить отдельно. Потому что она внутри от влаги начала отсыреть. То есть, мне это очень не нравилось. Вот такая вот красивая, кстати, подставка. Мне очень нравится. Вон, вы видите, она вся внутри светится. И сейчас распакуем, посмотрим, какие у меня ножи. Кстати, весь данный этот товар я заказывала с китайского сайта New Cheek. Очень интересно. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. И, соответственно, оставлю ссылки на все данные товары, чтобы вы могли посмотреть поподробнее. Боже, какая тут приятная ручка. Хочется ее трогать и трогать. Очень такая прям. И нож, очень тонкое лезвие. Уже очень острый. Сразу его поставлю в подставочку. Тут 4 ножа и чистилка получается. Вот такой большой нож. Красивенный тоже. Лезвие черное, красивое. Благодаря тому, что лезвие тонкое, режет, я думаю, очень хорошо. Потому что у меня были кухонные ножи, в которых толстые лезвия, то валяются без дела. Сейчас попробую на чем-нибудь порезать. Взяла вон твердое зеленое яблоко такое. И посмотрим, насколько хорошо оно разрезает. Ну, конечно, очень хорошо. Моментально просто разрезает. Посмотрим, как оно именно мякать. Посмотрите, практически без надавливания руки. Делает тонкие слайсы яблок твердых. Пробовала потом еще и мясо. Мясо тоже прекрасно он режет. Попробую еще маленький ножик. Но лезвие у них одинаковое, поэтому разницы нет. Вы видите, он тоненько, хорошо, прекрасно и быстро режет. Абсолютно практически без надавливания. В общем, я в восторге. Что-что, она же мне эти прям вообще очень нравятся. Они точно стоят того. И последняя покупка, но самая такая мне интересная. Это вот такая вот, я не знаю, это скалка, нож, нарезка для рогаликов и круассанчиков. Так что скоро будем делать с вами цветные рогалики, я так думаю. Может быть с маком, с орехами, с повидлом. То есть, я думаю, разные. И это очень упростит нам все. В общем, ссылочки на данные продукты я вам оставлю в описании. Кому будет интересно, посмотрите. Кстати, хочу показать вам, как в сложенном виде еще выглядела моя вот эта подставка для цветов. Вот так вот она мне пришла. Ну, в общем, с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.